Бэтс Ком. Первый депозит до 600 долларов. Испорт Бэтс Ком. Живой азарт и холодный расчет. 12 сезон Старладера стартовал. Вместе с билетом в Дота ТВ ты получаешь сет на Слардара, в котором у героя появилось новое лицо. Измененное оружие Слардара с новым эффектом свечения и два альтернативных скина на твой выбор. Ищи билет в Дота Стор и повышай призовой понт. 12 сезон Старладер ТВ Ну что же, всем добрый день. Мы с вами врываемся уже не то чтобы в прямой эфир, а в самый что не есть прямой эфир. Твич нам не разрешал в этот самый эфир ворваться минутами-тремя раньше. Но в любом случае мы успели. Мы пропустили только стадию пика. Второй игровой день группы B европейской Старсерии. И у нас первая встреча Na'Vi против Basically Unknown. Две команды, которые вчера проиграли у Империи. Две команды, которым второе поражение прям станет уже по берегу горла. Совсем не нужно. Но у кого-то это поражение будет. Вот в чем суть. Это факт. Так что сегодня мы это все дело узнаем. Na'Vi, кстати, сегодня так же как и вчера не играет полным составом. У Na'Vi играет в роли Стэндына вместо Фобоса Убах, который играл буквально еще на прошлой неделе пару матчей с Стэндыном за Na'Vi. Ну, видимо, каким-то личным причинам не смог сегодня Фобос сыграть. В любом случае, Убах играет на Снаб Фениксе. Дэнди в миде будет играть на Снайпере. Габлак на Тренд Протекторе. Хвост. Ну, тут сами знаете. Троль Толя, конечно же. И OneScore, который сегодня есть в составе Na'Vi, играет на своем самом, что не есть, сигнатурном Рубике. Да, но, бейсикле оно, он что там? Чистое зло на Аверс Шейкере. Майнд Контрол, Клак Ворк. Далее у нас тут Дампстер Плеер стоит. Сфчик. Это Райз. Это Райз, да. Это Райз. Инсалент на Леоне. И Нико Бэби Маджестик. В общем, Сларк. Мне кажется, что звуки из игры орут так, что надо сделать тише. Нормально, нормально, нормально. Нормально, нам, если что, скатятся. Звуки игры слишком. Она, наоборот, атмосферна, когда кричит. Мне на Интернешнле нравилось, когда там был сетап. Так, давай вообще врубим на полик и все, и поехали. Еще КС на фоне, там, Хардстоун. Чувак, я помню, я когда-то стримил из дому. И на наушниках сделал себя очень тихо. Ну, не проверил. У меня наушники были на минимум выкручены. И я себе комментирую, смотрю, в эксплите двигается себе это. И одно, и второе, знаешь, деление. Все нормально, да. И я забыл, что у меня просто-напросто на третьем мониторе включен футбол со звуком. И я комментирую. Параллельно с комментатором футбольным просто люди там, ну, как всегда, там, чат же не включаю себе на второй монитор. Ну, да, да, да. Нормально пойдет. Ладно, ехала. Na'Vi против B.U. Best of 3. Второй матч это будет Goomba Gaming против Empire. Ну, и потом еще ночью нас ждут два матча американской стар-серии. Решающие матчи тоже в группе B. Американской стар-серии. Там битвы за выход из группы будут. Ну, давайте смотреть, смогут ли B.U. Удивить и выйти победителем в матче против команды Natus Wincer. Да, но учитывая то, что Na'Vi в последнее время не радует своими выступлениями, я думаю, что B.U. сейчас повезло как никогда. Да, да, да. Встретить их конкретно в этот час, когда Na'Vi вот так вот дезориентированные, не знаю, деморализованные, в общем, играют не так хорошо, как могли бы. Вот мне больше всего интересно то, что Na'Vi, взяв себе вот этого сегодня оффлейнера Убаха, Ивана, что появляется Феникс у них в пуле. Феникс это очень приятный персонаж, если толковый товарищ на нем играет. Ну, если действительно ты умеешь играть на Фениксе. Да, если реально человек умеет играть на Фениксе. Если мы будем говорить про Фанника и про Фобоса, про двух последних ребят, которые играли в оффлейне Na'Vi, то, по-моему, ни Фанник, ни Фобос хорошо на Фениксе не играли. Ну, то есть играть могут, но не задроты этого героя, скажем так, а задрот Феникса, он реально силен, он очень сильно может испортить замес. Да, он играет в группе С, не знаю его, Паша, да, вот это истинный задрот. Ну, хотя еще очень неплохо Синг-Синг, но все Фениксы просто... Смотри, смотри, в миде Денди очень сильно страдает. Фиссура и Ливен Армор очень своевременный, но тычка добивает. Ливен Армор первого уровня и блочит всего лишь 20 урона. Был бы он второго, там бы вообще СФ не пробивал, но тут где дерево третий левел взять-то на второй минуте, это понятно. Слишком занаглел Денди, слишком занаглел. Да, он понимал, что без Шейкера, если не будет Шейкера, то он это ПВП в принципе выигрывает, но вот Шейкер очень-очень сильно испортил здесь житуху Дендимона. И 1-0, бейсик Леоновный. Денди, ты смотри, очень нагло играет против Арайза, а Райза, Арайза это товарищ, ну, невероятно опытный, то есть, как бы, если мы будем брать всех старшихся игроков БЮ, то они нам по большей мере неизвестны. А тот же Арайза, он играл за очень много разных коллективов, и не раз мы его видели, ну, собственно, умеет, умеет этот товарищ исполнять, это, наверное, стоит обращать на это внимание. Ну, пока, несмотря на смерть у Денди все хорошо, Крипстат у него лучше, чем у СФ, да, по левелу немножечко проигрывает, но вот мы видим, продолжает засыпать. Проблема в том, что Арайза не попадает Кайлами, причем нагло не попадает Кайлами, как вот вчера писал Роман Фоминок в Твиттере, что он кайлировал, кайлировал, да не выкайлировал. Да, он там нам тоже рассказывал про то, как он кайлировал. И не да выкайлировал. И не да выкайлировал, действительно. Роман сегодня опять в арене, если он в арене, значит, он почти всегда выиграет. В общем, можете подойти, поздороваться с ним. Денди в миде. Ух, не достает последним Кайлом. Там 183, а тут 250, да убил бы. И вот только-только сейчас повесился Лиен Армор. Я не уверен, в чем конкретно проблема. То ли это Артур так медленно реагирует, то ли кулдаун, да. Но вот в следующий раз я постараюсь проконтролировать, чтобы потом не было каких-то словных высказываний. Вот оно. Что это было вообще? Это я не понимаю, что сейчас сделал Денди. Я не могу объяснить это. Я реально не знаю, что это было. Это игра на моем уровне сейчас была. Или на моем. Нет, ну извини, ты так не тупишь. Это действительно... Ого! Вот это вот какая-то очень жуткая ошибка сейчас от Денди Мона. Он возвращается, конечно, в мидлейн. 13 на 7 у него Крипстат. Да, у него по-прежнему Крипстат выше, чем у СФ, но две смерти. И мы видим, что у СФ уже 2 300 нетворсов, в то время как у Денди 1300. На 1000 больше. Снизу зажимает. Тем временем у нас Пеникса. Есть Хекс. А у него нечем уйти, он уйдет здесь. 3-0. Вот, кстати, мы еще не говорили по поводу суппортов команды Basic Leonon. А ведь это два одни из самых гонгательных суппортов вообще в этой игре. Потому что дизейблов более чем достаточно. И также они очень неплохо комбинируются друг с другом. Потому что Шейкер за счет невероятного рейнджа фиссуры дает ее прям из смока, например, даже посреди дня. Вот прям на миде. То есть ты не знаешь, что он к тебе подошел. В тебя залитет фиссура. Да, а потом под эту фиссурку заходит Leon. Хекс, импейл и все. И законтрить это, противодействовать этому практически невозможно. Да. Если они хотят это сделать, у них это получится. Вас единственное может кто-то подсейвить. Например, дерево. Да, например, дерево. Но дереву нужен левел. И вот левел, собственно, тренд протектора, это важнейшее. Да, вот сейчас есть два ливинг армора. Пятый левел нужен прям очень сильно. А там Сларк уже с мидасом. Пятая минута. И у Сларка налег к линии мидас. У хвоста с фармом, в принципе, тоже все очень хорошо. Да, у него лучше крипстат, чем у Сларка на несколько там крипов. Но тем не менее, у Сларка есть фраг. И Сларк как раз на этот фраг по фарму хвоста и опережает. Ну, конечно же, сейчас с мидасом дела пойдут намного лучше. У Ника Бэйби. Молодое болгарское дарование. Тоже молодой чувачок. Не помню, сколько ему там лет. Но молот, молот и задорен. Скажем так. Хвост отправился в леса и отдает экспу на линии полностью Габлаку. Абсолютно верное решение. Нужен пятый левел Габлаку. И от него тут будет зависеть нереально много. Поэтому, ну, смотрим. Смотрим, как Артур будет справляться со своей основной задачей в этой игре. Ванскуар. И разбивает ДД, но погибнет за это. Ну, вот стоила ли эта разбитая руна сейчас смерти? Я думаю, что все-таки нет. Конечно, нет. Курицу с банкой все равно отправляют домой. И она будет полная. А вот ты смотри, здесь уже стаки для Райза. Прям как будто все по учебнику сейчас делают БЮ. Все очень четко. Передвижение саппорта в стаки в лесу. Фарм СФ. Фраги в миде. Фраги на легкой линии. Не умирающий в сложный Клокверк. Прям вот то, что надо. Ну, сильно. Пока сильно выглядит. Ну, пока что у БЮ начало просто, ну, очень хорошее. И суппорты вроде бы не фигней страдают. И левла не набирают очень неплохо. И вот Шейкер сейчас в миде остался в соло. Если еще пару крипочков заберет, будет просто замечательно. Правда, артефактов у него не густо. Даже тапочек еще он себе тут не подсобирал. А, это его как раз тапочек там летает. Вот, вот, вот. Ну, вот появляется пятый левел в миде. Дэнди и Ванскуар. Расстреливают Шейкера. Ну, и это первый фраг команды Нави. Да, тут прям в затылок плотненько развалили. Ну, на этот раз неплохо. Сработали. Пятый левел получил Ванскуар. Дэнди уже седьмой. Дэнди. Дэнди принес себе Главс оф Хейст. Ну, я надеюсь, это не Мидас. Надеюсь, это все-таки будет ПТ-шка. И будет нормальный снайпер. А не снайпер-курильщика. Не, ПТ-шечка, я думаю, тут должна нормально заехать. Так, вот. Ливен Армор в мид на Дэнди. Зачем? Просто подрегенить. А, хорошо. А вот, например, сейчас внизу убивают Феникса. Как тебе вот такое? П. Плохо. 5-1. Оплошал немножечко тренд протектор здесь. Но уже, получается, во второй раз. Ну, да-да. С первым разом мы еще не разобрались. Но вот сейчас это была явная ошибка. Потому что стоял себе фуловый снайпер в миде. Ну, там чуть-чуть у него не хватало здоровья. Да, не рисковал своим здоровьем никак. Да, абсолютно. А тут вот Феникс, который очень сильно и так проседал. Ну, ладно. В общем, ошибочка, ошибочка. Да, тут смотри, как по-умному Дэнди фармит. Сделал здесь дабл стак. И вот стоял вот здесь. Его крипы вообще не били. Тут под Шрапнелью довольно быстренько он опасно сил ХП. И зарабатывает еще немножко экспы. Еще немножко денег здесь Дэнди. Ну, вот его, кстати, спалил здесь Клокверк. Спалил то, что он занимается там своими коварными фермерскими делами. Ну, СФ вообще на линии не появляется. СФ в лес фармит. И у СФ прям все отлично. У него... Смотри, в миде на Пью Ревил опять нападают. И Бахр залетел, но далековато кажется. Шейкер должен выживать. Да, Шейкер уходит. И Ганг провалился. Ну, Дэнди мог, конечно, там Ассасинейт до конца держать. Но, скорее всего, СФ бы его Кайлами добил. Ну, может, и не хватило бы ХП. Да, это тоже. Там 350 здоровья было. А эта фигня, она в принципе бьет на 350 вроде бы. Да, ну, на 355 минус резисты. И, соответственно... Не убил. Не убил бы. Так что правильно не стало разряжаться. Вот он финис с левел 6. Это уже хорошая новость для Na'Vi. Пятый левел Клакверк. Это плохая новость для Basically Unknown. Потому что нужно Клакверку здесь этот самый 6-й левел получать. Чтобы иметь возможность врываться. Опять-таки вместе с Шейкером, вместе с Леоном. Это будет довольно больно. Так, ну и в общем, что получается? Получается то, что ребята из БЮ уже потихоньку приближаются к своей неплохой боевой форме. Вот эти вот СФы с МЕКами сейчас будут крайне противны. Потому что у ребят из Na'Vi в принципе сейчас урона практически нет. Вот в чем проблема. Он у них будет после 25-30 минуты. Типа того. И что делать сейчас, когда просто влетает в тебя Клакверк, кастует СФ, Шейкер, Сларк. Вот эта вся суматоха идет под хил и все. А ты в результате что? Ты поставил яйцо, дал фейтболт и топоры. И как бы это несопоставимый демош с тем, что по тебе могут залепить БЮ. Да, и вот сейчас драться на Na'Vi вообще ни в коем случае нельзя. Но они сейчас, да, действительно должны быть слабее. Разве что там какие-то драки и с Фениксом, и с Деревом вместе все. И вот как-то, чтобы ошиблись немножко БЮ, чтобы их там 5 человек не оказалось. Ну да. Опять-таки, если мы будем смотреть, да, вот графики я только что открывал. По графикам разницы нету. И в миде Дэнди. И Дэнди слишком далеко заходит и погибает. Да, тут Эхослэм. Хотя. Татэм. Слушай, слушай, слушай. Дэнди спасают Коги. Ой, какая ошибка. Дэнди вообще фулловый. Тут проблемы мейн-контрола. Ну тут очень-очень грубо ошибаются ребята из БЮ. БЮ, да, мейн-контрол должен погибать. Его просто догорит здесь Феникс. Слушай, слушай, слушай. Догорит, не догорит. Но побегать еще он побегает. Да, сейчас будут топоры наискосок. И это фраг. Тут очень хорошо все сделали. Ну вот тут вовремя был Ливинг Армор. И, ну, ошиблись больше БЮ, чем правильно сыграли на Вис, скажем так. Да, да. Там просто уже не успевали за, не Клокверком, а за Снайпером. И Клокверк дал эти Коги. Это все было уже поздно. И, короче, полезли они зря туда дальше. Но хорошо, что отделались только смертью Клокверка. Ну да. Параллельно хотя бы забрали Тауэр, да, стянули хвоста. То есть какое-то время здесь Basically Unknown выиграли для себя. Немного, но выиграли. А у Леона тем временем появляется уровень 6. Это волшебный уровень у Леона, при появлении которого Снайпер, например. Мы помним PPD и Артизи, да? Именно. Именно. Вот те самые мемчики. Блин, PPD не надо. Это все реально. Это действительно реально. Если Леон сейчас постарается себе выформить быстрый даггер и Денди, например, не соберет себе БКБ, вот так же, как Артизи в том самом матче, то мы понимаем, что суппорт Леон уничтожает мейн керри. Да. Вообще в салат. Без вариантов. Мы, кстати, на Денди выехали. Он под Вардом стоял и прицелиться у него не было вообще никакого труда. Ну и, кстати, SF-то закрыли и Денди отсюда уйдет. Просто потому, что SF не смог вот здесь пройти. Но SF пытается раскастоваться на Ванскора и на Ивана. Ну и Ванскора остается тут один. И вот он палит смерти впервые в игре Ванскора. Я немного не понял, почему Денди так быстро выбрался из Когов. То ли он под Момом расстрелял. По-моему, расстрелял он Когину. То ли, ну, непонятно, короче. Я что-то не углядел. Может, Клокверк сам случайно. Может, Клокверк сам тыкнул, да, случайно. То есть, чуть-чуть не ясно. Слишком быстро там все произошло. Второй раз мы уже видим, как на Денди нападает. Нападает, казалось бы, так, что тут уже ничего тебе не поможет. Но Денди выживает. То есть, это, конечно же, плюс. Габлак уже в восьмой. Ты посмотри на артефакты Габлака. Вот это, кстати, норм. Это Аганим на дереве. Причем супербыстрый Аганим. Это такая рва. Аганим хорош, но... Со снайпером, блин. Аганим, тем не менее, у дерева он хорош. Он реально хорош. Если команда забивает на этот Аганим. Противника команда забивает. При прочих равных условиях команда просто покупает толпу топориков. На тех героях, на которых лишний слот банально имеется. И все. И ломают. Просто ломают весь лес. Все то, что там дерево будет вардить в лесу, все это можно поломать. Можно, но это очень-очень много лишней... Да, именно этому нужно уделять особое внимание. Габлак на топе. Спрятался. Ииии... Да ладно, 53 хп. Остается в живых Габлак. Отъедается. Ливень Армор на себя. Немножко не хватило демеджа здесь ребятам и сбою. Угу. Но теперь понятно. Я думал, что Габлаку хвост оставил линию просто для того, чтобы тот взял левел. Но оказывается нет. Тут план вынести быстрый Аганим на дереве. И план, в принципе, весьма неплохой. Кстати, Иван скоро сейчас может умереть, если подойдет еще раз к крипам. Суперновый нету, кстати, у Ивана. Убах можете его назвать. Убах. Но если вы напишите это большими буквами, вы поймете, что это Иван. Да, ну и, в принципе, зовут-то его Иван. Вообще, у них уже два Ивана получается. Сейчас два Ивана в команде, это не к добру. Смотри, смотри, смотри. Тут идет у нас атака сейчас в миде. Майн-контрол проседает. Пошла Мека от СФ. Хвост. Погибает. Прокаста Шадоу Финда. Похоже, Пью Ревилл. Есть Эхо Слэм. Есть Эхо Слэм. И идет этот Пью Ревилл. Кайтил его так Дэнди. Пытался тачдаун оформить Шейкер. Очень близки. Здесь были Нави к тому, чтобы разменяться 2 в 1. Забрать еще и СФ. Оно немножко не хватило. И, в принципе, размен на... Ну, размен более-менее. Размен более-менее. В плюс для БЮ. Ну, все-таки убили Хвоста, который имеет топовый криптат на карте. Но ничего сверх... Естественно, не произошло. БЮ пока играет хорошо. И вот Леон, у которого отколданился Фингер. Да, Леон, который сейчас идет убивать Рубика на топ, скорее всего. Да, на Рубика нападают. В яйцо надо прятаться. В яйцо надо прятаться. А толку? Толку все равно ничего не получится. Ну, теперь-то да. Сразу бы спрятался. Они бы, может быть, отбежали. Все равно бы замесили. Ну, может быть, и отбежали. Если там только 4 телепорта на вышку, что-то типа того. Оно может быть, да. В любом случае, минус 2. Очень четкие минус 2. И сразу же Тавр на топе надо забрать. Орайза все правильно делает. У Орайза есть блинг. И он сейчас очень мобилен. И 9-3 basically unknown ведут у нас в этом матче. Ну и пока, пока у Na'Vi надежды на вот их задумку. Ну, вообще, если что, то БЮ мне нравится их стиль. Нравится их выбор артефактов. Потому что на двух основных персонажах у них появляются даггера. Вот вчера мы, например, когда играли Na'Vi, очень часто вспоминали этот айтем. Потому что там были дазлы, а против них были тролли, джиггернаут. И вот это неповоротливые, медленные такие товарищи. Даггера бы решили проблему в том матче. Ну, не полностью, но частично бы решили. Ну, что здесь будет 4 даггера? Да, будет еще Шейкер с даггером, будет еще Леон с даггером. Леон тоже потихонечку выходит в этот даггер. Он еще и ворды успевает там покупать периодически. И 1300 у него есть на руках. То есть, 4 героя влетают на даггерах, а там... Все, там нечем противодействовать. Ну, да, деревом всех не засейвишь, да. Именно, остановить просто нечем. То есть, был бы там какой-то тайтхантер, то все влетели, он кнопку нажал, все остановились. А здесь останавливать тупо нечем. Вот одно только дерево с его оверграус, но это тоже временное решение. Ну, видишь, под этот врыв есть проблема в том, ну, оверграус плюс яйцо. Это всегда была проблема. Тут Ванскор, скорее всего, Ванскор погибнет, потому что подтягивается СФ. Да, и это минус Ваня. Зажали в Коги. Отлично. Баю. Можно на топ вернуться и продолжить забирать Т2. Хотя, можно и подраться Дэнди. Два стака Шрапнелли. Дэнди настреливает Шейкера очень больно. Шейкер никуда не уходит уже. Да, Шейкера тут поджигают. И снайпер забирает фраг. Боже, откуда у него киллинг спри? У снайпера? Да. Где-то, видимо, настилил, настилил. Настилил этот Дэнди. Так, и хвост перемещается на топ. Хвоста пока ничего нет. Ну, хвост стандартный тролли. Смотри, что Сларк делает. Сларк просто идет, нападает на Дэндимона. Еще тычка. Еще тычка. Ливен Армор. Очень хорошо помогает Ливен Армор. Но поможет ли до конца? Нет. Оверграус опять слишком поздно. И Сларк уходит. И яйцо слишком рано. Тут Майн Контрол почему-то решил, что надо побить яйцо. И убивают они яйцо вдвоем. Ну, так вот просто пришли и убили яйцо. И Габлака тоже закрыли сейчас. И Габлака тоже убьют. Есть палец смерти. Это минус Артур. Остается тут пока только Хвост. Ну, Хвост забрал Сларка. Вот это я... А это норм. Да, это норм. Ну, 3 в 2 получается драка. 3 в 2 и 2000 XP еще сверху. И 1000 голды зарабатывают в бою. По деньгам они уже ведут более 5000. И 3000 по XP. Да, 3000 опыта за этот замес заработать, это, конечно, очень жестко. И Хвост. Привет. Да ладно, поднял его... Ну, там Коги, там просто пакован этих дизейблов, подкопы, Коги. Очень много неприятных вещей. У Инфеланса Блинг. Вот, вот. Третий Блинг уже в команде. И Клокверк на врыве. И ты понимаешь, что за секунду рядом с тобой может оказаться 4 героя. Да. И где бы ты ни стоял, кто бы тебя как ни защищал, это вряд ли поможет. Именно. Минус Т1. Это уже третья вышка в активе команды Basically Unknown. Нави не забрали ни одной. Даже пока каких-то намеков на то, чтобы забирать товара у них не было. Ну, и их сейчас прижимает. Болгары очень сильно прижимают, собственно, на свою базу. По Нетворцу мы видим, за 10 тысяч уже перешли СФ вместе со Сларком. И очень сильно отстает Дэнди вместе с Хвостом. 7500 денег. 5600 экспы. Все очень плохо у Нави. И все очень хорошо, Basically Unknown. Я жду Даггера у Шейкера. 800 голды. И тогда уже начнется вот эта настоящая Кавабунга. Ну, тут смотри. Действительно, Кавабунга-то будет. А защищаться... Просто СФ пришел и убил Дэнди. А вот это вот уже беда и печаль. Да. Он просто пришел и убил. И у СФ сейчас будет БКБ и Блинг. Не забываем. А там еще Сларк вот загоняет. Пока... Осторожнее надо быть Сларку. Вот его видят. Пытаются убежать. Казану есть Блинг. Через секунду будет, да. И прыжок, и Блинг. Там все готово. И не успевает Хвост. Бежит за Курьером еще тут. Кура, Кура, Мансит, Мансит, смотри. Чтобы Хвост не умер сейчас. Ну да, сейчас забайтят на Куру. Ну а сегодня, мы когда играли в КС, у нас был сегодня чувак, который байтил на АВИК. Он просто выкинул АВП на длину. А сам с другой стороны со своим встал. Это я... Я никогда не забуду легендарные стримы Артстайла и Дреда, когда в глаза им смотри было на длине. Так, давай, я смотрю в глаза, а ты снимаешь. Один выскакивает в центр. Так, у нас сейчас пойдет за место у нас. Хвост без маны. Цепляет Pure Rival. Отлично отстанется. Зажимает хвоста. Хвост все-таки проходит здесь. Феникс полетел на Pure Rival, но Шейкера, наверное, убьют. Да, опять же, посмотри, какими силами убивает этого Шейкера. Тратится Оверграус. Но, с другой стороны, дальнейшего продолжения замеса нет. Так что, вроде, норм. Хотя бы убили, и то хорошо. У Габлака на 10-й минуте было уже две запчасти на Аганим. А дальше все. Дальше пошла активная игра от БЮ и не может вынести себе дерево этот самый Аганим. Нет времени, банально на фарм. А вот так вот прыжок на Габлака. И фингер ему, но не пробивает. И ошибка может быть. На самом деле, видимо, нехорошо математику в школе учил. Потому что обычно, когда ты так делаешь, ты знаешь, что ты убьешь. 1600 хп у дерева. Куда ты стреляешь? Ну да. Вот в этом как бы и вопрос. Ой-ой-ой, Сларк, как отлично ты нырнул. Он умрет. Он за это должен умирать. Нет, у него Shadow Dance, и он ушел. А, ну, халявка. Халявка. Пертый этот Сларк. Просто не, я имею в виду халявный фраг. Ну, фраг-то халявный получился. И, смотри, и опять Аганим откладывается. Да, да. То, что очень важно. И, ну, плюс, конечно, для нами, то, что они там поймали этого Шейкера. Через все его убили. Потому что, ну, мы сами понимаем, Шейкер, который идет к Даггеру, его тоже надо убивать. БКБ появляется в те времена у Арайза. По-прежнему 16-7. И по-прежнему непонятная ситуация с вот этим вот с Аганимом. Ну, будет он там на 21-27 минуты, да это уже поздно. Рубик был вот здесь. Был. Был. Ну, вот Рубик теперь, да, еще 30 секунд его не будет. Хорошо, Рошан стоит. Пойдут ли сами в ИЮ сейчас на Рошана пользуются отсутствием Рубика? Ну, типа, да, в узком проходе против Феникса с Деревом вроде как не очень круто драться. Это факт. Ну, вроде у Сэфа есть БКБ и, типа, он разберется. Не, просто на Рошане у Феникса слишком много классных точек для того, чтобы заейцировать. Ну, да, вот здесь на хайграунде, там, где только что был вард хвост. И опять первый бежит хвост. У него же нет ни БКБ, ничего. Если сейчас у него вгрызутся, его сдуют за полсекунды. Ну, вот теперь уже прикольно, потому что вот сейчас... Ой-ой-ой-ой, по-троиме, Сэф! Сэфчик просто невероятный прокаст. И надо долбить это яйцо. Яйцо долбится. Раздолбали. Я ела Фениксу и минус Габрак. Какой же Леон царь? Шейкер, я бы сказал, тоже там не зря стоял. Шейкер просто отрезает троих, и Леон по троим. Так, ды-ды-ды-ды, дочек, пацаны, выстроились. Да, такой реведж получился. Минус 4 за буквально 2 секунды от команды БЮ. А Рошанчика забирают они быстренько. И надо перемещаться тут Ванскора. Поймали, Ванскор тоже погибает. Ну, просто какой-то отстрел. Да. Вот отстрел людей происходит сейчас у нас на ваших глазах. 22-7 в пользу. Basically unknown. Basically неизвестные ребята. Да, неизвестные ребята бьют известных ребят, скажем так. И Ивана. И Ивана тоже. Иван за компанию там встрял. Ну, Иван пока тоже непонятно, что ему делать. У Феникса все тоже очень кисло по финансам. Вообще у Нави все совсем кисло по финансам. Если вы поглядите сейчас на график, то вы можете немножко ошалеть. Там до недавнего момента было 8 кусков. А сейчас это уже 12 тысяч денег и 12 тысяч опыта. И на базе стоят Нави. И у Габлака так и нет Аганима. Ну, это конечно очень круто. И еще один даггер. Все, что делать? 5 человек прыгают на героя. Ну, и ты на базе не отстоишься. А у тебя ни БКБ, ни намек на БКБ. Ну, точнее у хвоста есть намек на БКБ. Это рецепт. У тебя есть БКБ? У меня есть лучшее. У меня есть рецепт на БКБ. И теперь хвост с этим рецептом может чувствовать себя намного-намного спокойнее. Он просто беднее на полторы тысячи. И у него есть рецепт. В стэше. У него не просто рецепт на БКБ. У него рецепт на БКБ в стэше. Так, а что там аганим у габлака? Аганим у габлака вот так же медленно-медленно-медленно приближается. Да-да-да. Очень-очень плохо сейчас тут дела у дерева. Так, тут хвост пытался дождаться, пока потянутся рецептимейты, чтобы напасть на Арайза. Но напали бы они на него. И что было? Так, просто один мин. Обожаю такие паузы. Да, один мин. Надо же от Москвы. Пицца приехала. Да-да. Обычно надо такую стандартненькую пиццу. Мы же вчера обсуждали. Да-да-да, было дело. Нет, пока КС-ик посмотрю. Каспер смотрит КС-ик. Я смотрю, как Каспер смотрит КС-ик. Вертус-про Фнатик. Вертус-про такие жестенькие. Вертус-про. Как это же поляки, которые еще и с оригинальной своей пятерки вернули Кубана, который у них теперь тренер. Это же поляки. Не, ну они жестенькие, жестенькие. Согласен. Наверное, на данный момент, если не брать вот этих старичков типа Фореста, Гитрайта, то кроме поляков больше такого ранга команд, наверное, не осталось. Ну да. Ну типа все остальные там больше новичков уже, вот этих Сурсеров. Ну, с другой стороны, там те, кто смотрят Сурс, они могут сказать, что да ладно, они же Сурсеры, эти LDLC, они столько играли там. Ну я имею в виду там MBK и того же. Да, там их много, этих Сурсеров. Так, ну что. Хвост на Сларка. Что-то хвост, по-моему, тут немножко... Не стоило ему, потому что Сларк в ответочку-то... Сейчас остановятся, потому что у нас есть много ситуаций, когда новые коллективы, вот эти зеленые, не знают, что делать в случае серьезной доминации. И на опыте проигрывают просто. Да, и там начинаются такие разводы какие-то, сплит-пуши, ганги там одиночные. Фигня какая-то происходит. Вот эти вот драки на шести слотах, там тоже, в принципе, нужен неплохой левел игрока для того, чтобы нормально ориентироваться, когда у тебя там 50 тысяч кнопок возможных. И когда в тебя может залететь 50 тысяч кнопок. И дезолятору Shadow Finder. Та-та-та-та-та-том. Теперь он будет бить больно. Ну, Габлак тем временем тут дособирает сейчас вот после этих двух маленьких сатирчиков свой аганим, который у него будет. Ну и посмотрим, что это дерево сможет придумать с этим самым аганимом. Да, вот он, аганим готов. Да, вот появляется Ice in the Forest. Да, для тех, кто не знает, это глазки, которые вешаются на деревья. В радиусе 800, кажется, вокруг дерева появляется вижн. И в радиусе этих же 800 будет срабатывать ульт-дерево, когда он его нажмет. Да. И еще и дамажит. Кто? Что дамажит? Ульт-дерево. Если он с глаз срабатывает, он дамажит же? Ну да, 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 да. Смотри, смотри, что происходит. Происходит то, что Сларк забежал, потерял аэгис. На ровном месте он Т3-то падает, и Т3 продолжает падать. То есть Сларк просто разменял аэгис сейчас. Ну и что, будет попытка? Ну, пока отходит СФ. Вот уязвимость такого СФ это то, что ты не можешь просто постоять, ударить там трех крипов и отожраться. На тебя надо постоянно вешать всякие урны, там мейки. Ну да, да, да. И Ливинг Армор был бы он. Тут Габлак уже растыкал глаз. Уже вот здесь, собственно, будет интеглить все, что вокруг будет находиться. Ну, дерево поймали, не будет он ничего интеглить. Ну да, и это проблема. И это минус Бараки. Ну что, ну элементарно, он просто не сможет сделать здесь овергроус. Да, и в результате что получается? Получается то, что пока БЮ не особо-то и бычет, отошел Шейкер. У них сейчас не получается реализовать их вот эту молниеносность, потому что они стоят в упор. Да, и на ВИ их ждут. И на ВИ их ждут, да. Ты не можешь вот в пять рыл прыгнуть на голову. Нет, теоретически ты можешь. И было бы замечательно, если бы они сейчас попробовали так сделать. Ну, кто его знает. Сейчас там тренд протектор выкупается, нажимает кнопку, а вы впятером под Т4-юшками. Тут внезапная скадия у Сларка. А, так, неожиданно, да? Да, внезапная после Сен-Джин Яши. И вот теперь его отстреливать вообще, черт пойми, как этих ребят. Ну что, 23-7, 27-ая минута игры. По-прежнему очень далеко впереди болгарская команда Basically Unknown. И по-прежнему Na'Vi вынуждены сидеть у себя на базе и надеяться на счастье какое-то. На счастье? На чудо. На чудо, типа, команда забьет и вообще никогда в жизни не будет заходить на ХГ. Возможно. Это, наверное, единственное чудо, на которое им пока стоит надеяться. Ну вот, смотри. Зато ребята понимают, что надо искать вот этих фармил гулящих. И находят они одного гулящего фармилу. Это Дашкевич. Ну, это минус хвост. Да. Разорвали. На минуту, на минуту без хвоста оставляет команду Na'Vi. Болгария там бегает временем. Габлак растыкивает глаза по лесу. Хоть что-то надо стараться сделать. Глаз, конечно, хватает. Вижена у Na'Vi сейчас будет немерено. Ну, насколько, сколько толку это даст? Вот тут непонятно. Ну, поэтому я и говорю, что нужно покупать Шейкеру там топорик, Леону покупать топорик. И просто ходить срезать все эти леса. Потому что, ну, нельзя оставлять без присмотра вот то, что дерево вытворяет. У нас была уже одна подобная каточка. Так, тут габлак. И вот это, его не видно. А теперь видно. А теперь видно, как он с кем он пришел. И габлак. И просто-напросто минус габлак. Да ладно. А вот теперь не видно. Ну, сторону тут все равно потеряют. SF пока что уверенно запиливает бараки. Правда, пока неправильные. Ой, как хорошо. И Кукшот. И опять Леон с SF. Боже мой, как это больно. Минус все. Моментально. Хвост даже не успевает появиться. Как же больно они это делают. Как четко. Дагера, который мы вчера весь день просили. У Na'Vi просили. Да, 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 да. И вот сегодня Баю выполняет это требование. И вот они. Ну, они намекают. На'Vi как бы, что Дагера штука, в принципе, не бесполезная. Что можно использовать этот артефакт периодически. И вот он минус мид. Минус мид. Очень круто. Да, конечно, исполняет Баю просто фантастическим образом. Леон с блинка. Сларк с блинка. Хвост в фикси. Отстанили дерево. Минус хвост. Ну и ГГ. Вау. 1-0. Баю выходит вперед. Это действительно вау. Это действительно супер вау. Шикарное исполнение. Просто шикарное исполнение. Ошибки в самом начале игры от Дэнди. Ошибки еще какие-то. Возможно, вот идея с этим Аганимом, она была бы крута. Если бы ему дали... Они не нафидонили до этой степени. Да, 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 да. Ну что, на 10-й минуте у него было 2 шмотки и 500 голды у Каблака. А потом все. А потом бою начинает тебя убивать, и ты ничего не можешь сделать. Формить ты не можешь, потому что ты нужен команде. Да. А не формить, ну тогда толку с этих вообще двух артефактов, которые у тебя на данный момент есть. Никакого. И вроде как ты там вынужден играть под сильным-сильным таким натиском. Ну и 1-0. Да, 13-0-3 закончил у нас Арайз на Эсэпио. Ну вообще, в бою очень классно сыграли. Мне реально очень понравилось. А Na'Vi продолжают заниматься тем, чем они продолжаются последние 7 матчей. А знаешь чем? Ничем. Играть от противника. Раньше всегда враг играл от Na'Vi. Да. Раньше они ходили, давили. Раньше они ходили, врывались, убивали, гангали, прессовали тавура и сами навязывали игру. Сейчас они просто отбиваются. Это на них совсем не похоже. Возможно, стоит немного перепрофилироваться. Самую малость. Ну что, вот она статистика. 7 смертей у Ванскора. 6 у Ивана. 16 тысяч дэмэджа Арайз вносит. Дэнди 12 тысяч. Ну там пишет Сунзу, что, ребят, если вы хотите играть снайпером, зачем вы отдаёте с Ларкой и Клокверкой? Ну да, типа, на вас нападают. На вас просто нападают. Тут вообще очень много вопросов, которые стоит обсуждать. Во-первых, не пора ли Na'Vi отказаться от этого тролля? Ну, он такой. Нет, он в принципе неплох. То есть к троллю обычно претензий меньше всего. Ну, под него ничего нет. Потому что команды, которые берут тролля, у них обычно там какой-то Магнус заезжает, какой-то фиксатор хороший. Где у Na'Vi фиксатор? Тренд протектор? Окей, всё. Ну типа да, который не нафармил. Который вообще ничего не имеет и который вроде даже, даже, допустим, он бы нафармил. Но это один герой и одна кнопка. Но нужно же какое-то продолжение. А там у тебя Шейкер, Леон и ты постоянно вот это. И все с блинками. Иди сюда. Туц, 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 туц. Дискотека, дискотека. Ничего не можешь сделать. Короче, эта игра была полностью проиграна. В-са-ла-т. Да, по всем параметрам. Давайте уйдём на маленькую паузу. Вернёмся через 5 минут на вторую карту матча Na'Vi против Basically Unknown. Двенадцатый сезон Старладера стартовал. Вместе с билетом в Дота ТВ ты получаешь сет на Слардара, в котором у героя появилось новое лицо. Изменённое оружие Слардара с новым эффектом свечения и два альтернативных скина на твой выбор. Ищи билет в Дота Стор и повышай призовой фонд. Двенадцатый сезон Старладер ТВ Двенадцатый сезон Старладер ТВ